Привет, фриолкер! Ты слушаешь подкаст о ходьбе, в котором я, Александр Мех и мои гости еженедельно выжимаем самый сок из ходьбы. Помогаем получить заряд энергии, порцию полезных рекомендаций, а также ощутить себя в кругу единомышленников, чтобы продолжать идти вперед. Как думаешь, научить в скиновской ходьбе почти 3 миллиона людей? Достижимая задача? Если в результате в клуб приходит 100 человек, это успех или поражение? Какими качествами, опытом и навыками должен обладать лидер клуба, чтобы за 15 минут найти автобус и организовать участников для поездки в горы? На эти и другие вопросы ты сам сможешь найти ответ. Сегодня в гостях из солнечной Средней Азии инструктор Nordic Walking и руководитель клуба Хади Узбекистан Гули Джунаева. Приветствую, Гули! Здравствуйте! У меня первый вопрос, который напрашивается. Вот ваша группа называется «Хади Ташкент». Мне хочется начать подкаст со слов «Слушай Ташкент». Расскажите о том моей истории. Вы на самом деле решили, что вещь Ташкента должен ходить, и это задача постижимая? Да, 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 конечно. Я немножко забегу чуть-чуть вперед. Год назад я уже переименовала свою группу именно в Телеграме, потому что у меня с разных уголков нашей республики стали поступать запросы, и у меня есть онлайн-ученики, и мне уже хочется больше говорить «Хади Узбекистан». Вот, вы даже расширили горизонт. Да, да. Почему «Хади Ташкент»? Началось всего с того, что мы учились ходить скандинавской ходьбой. Мы за восемь месяцев, скажу честно, ничему не научились, и когда я поняла, что нет уже результатов, и надо выходить дальше более грамотному инструктору, то я попала на Максима, и мы с ним переговаривали, и он мне тогда сказал «Гуля, а что у тебя есть? Сколько у вас человек? Ты одна или сколько-то?» А нас там было на тот момент, ну, человек, может быть, ну, максимум 10. Вот, я говорю, ну, у нас есть, остались со мной девочки, которые хотят именно качественно, правильно, грамотно ходить, потому что мы не лыжницы, то есть нам этот спорт немножко недоступен, мы не спортсменки, мы, то есть, ну, с физкультурой никогда не были на «ты», ну, да, любили ходить, любили как-то там гулять, а вот именно что, это же, это все равно, хочешь не хочешь, это спорт, к которому надо подходить постепенно, и как любой спорт, он должен дать результат. И вот, когда Макс сказал, я так задумалась и говорю, ну, у нас, правда, у нас нет ни клуба, ни школы, то есть, ничего. На тот момент мне было не очень, как бы, грамотно называть себя, там, инструктором, хотя я уже по, я вам говорила до этого, да, что я училась по вашим роликам, по роликам Кристины Володиной, Ирины Гладнюк, Твердохлебовой, потому что мне в Твери очень нравится эта девочка, Максима Прощенко. То есть, а я, все-таки, знаете, оффлайн-учеба и онлайн-учеба, это небо и земля, поэтому хотелось бы оффлайн, вот именно, как это, глаза в глаза смотреть, за руку держаться, да, и вот именно такой контакт. Я люблю больше такую учебу и такой контакт. И вот, и тогда у нас родилась идея, что тут нам еще помог руководитель одного из подразделений Олимпийского нашего комитета, с которым я случайно познакомилась в Олимпийский день, на ходьбе, и он тоже предложил свою помощь. И вот мы думали, как назваться, как назваться, потому что имен много, все, он говорит, а давай не будем далеко ходить, давай вот на Ташкенте, вот научи Ташкент ходить, а там дальше видно будет. Так и родилось это вот название «Ходи Ташкент». Ну, у вас уже зачислены такие успехи, и я не знаю, есть ли с кем сравнивать по количеству участников в группах, в марафонах, в выездных мероприятиях. Вы в оффлайне, наверное, вообще чувствуете себя, как рыба в воде. Да, 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 да. Ну, я, папе, ты же говорю, мы начали с марафона, вот наш первый марафон был в Чемкенске, где мы познакомились с Максимом воочию, где Максим нас буквально за день до марафона, мы были с ним целый день на учебе, и он, а мы же теорию-то уже знаем, да, и видели, и все. Нам только не хватало вот этого толчка, и буквально пару грамотных замечаний, как это вот и что это, да, и то есть мы это так сразу схватили, и я просто горжусь, потому что в тот момент, ну, почти все, вот у нас если было человек там, ну, я говорю, 8-10, то есть 6 из них поехали со мной, мы получили статус инструктора. То есть это вот началась моя агитация с этого. То есть я понимала, что мне нужно, ну, привлечь людей, которые действительно полюбили, потому что я вижу, что мы остались те, кто полюбили эту ходьбу, и хочется узнать большего. Я говорю, девочки, надо расти. Давайте, кто со мной? И, в общем, и Максим даже до сих пор говорит, что вы одна из первых групп, которые в таком количестве, да еще с другого города, и он, конечно, он дал нам шикарные знания, и до сих пор я у него учусь, и вот до сих пор как бы вот мы с ним дружим, и очень хороший человек. Макс вообще молодец. Всем рекомендую с ним, ну, правда, дружить, потому что это человек, который направляет в правильное русло. Вот. Но его очень многие знают, его историю, да. Поэтому так и получилось, что вот мы, приехав, начали просто... Причем это, знаете, даже... Мы же пенсионеры все, да, и у нас не было ни повода какого-то там найти спонсора, там дать рекламу. Рекламу. То есть это вот, как говорят, да, почта цыганская, да, вот... Из уст в уста. Да, даже нам кричали, нам. Вот лично мне говорили. А что ты ходишь с палками от лыж, а где лыжи? Причем мне сказал молодой парень, я иду такая в наушниках, такая гордая, что я иду с кандидатской ходьбой, потому что, правда, гордая. Ну да. А он мне так останавливает, я так наушники снимаю, думаю, сейчас мне будет благодариться. Он говорит, а где твои палки лыжные? Что ты, ну так, еще так грубо сказала? Я говорю, ну началось все, значит, это правда. То есть почти каждый сталкивался с таким... Да, я говорю, ну, мальчик, давай иди лесом, а я буду учиться дальше. Потому что поняла, что надо уже идти так, чтобы тебе даже уже не делали такое замечание. И чего мы добились, слава богу. Да. Сейчас все реже упоминают этот вопрос, да? Да, да, да. А это, правда, актуально, потому что, ну, потому что уже, слава богу, скандидатская ходьба начала набирать обороты. Я очень рада за это и, правда, горжусь, что мы... Ну, я не скажу, что мы в числе из первых, потому что приличное время прошло, пока дошло до нас. Но то, что сейчас у нас уже не задают вопросы, а постоянно, наоборот, очень много звонков, то есть меня находят. И именно вот именно в мою группу люди записываются. И я уже писала вам анкете. Да, я горжусь еще тем, что у меня 90% остаются со мной. То есть в моей группе записываются в клуб, сдают членские взносы, потому что я поставила сразу такое условие, что я буду обучать бесплатно. Мне дети это разрешили, потому что я учусь, все это оплачивают мои дети, девочки, за что я им очень сильно благодарна. Но они сказали, мам, как хочешь. Хочешь делиться – делись. И мы там поставили чисто номинальную клубную цену, чтобы вот для поддержки именно клуба. Все, а все остальное люди идут. Идут и очень благодарны. У нас сейчас 110 – это активных наших, как бы вот нордиков Узбекистана, как я называю. А так я уже обучила порядка, ну, 170-160 человек. Ну, есть такие, которые ушли, ну, работающие мужчины не задерживаются, отучиваются, покупают палки и идут дальше. Но зато, ну, потому что работающие. Мы учим в будние дни. А с каким запросом чаще всего приходят люди, которые у вас остаются в клубе? Да, да. Скорее всего, приходят только обучи. То есть, где купить палки, потому что у нас не продают палки в обычных спортивных магазинах до сих пор. И умудряются попасть опять на крючок, вот продавая, как я их называю, горе-продавцы трекинговые палки. Да, да, да. Были такие моменты, когда я ездила сама и просто меняла. То есть я... Мы не брали деньги, но мы могли взять что-то нам понравившееся из магазина. А было пару раз, когда я даже вернула деньги, когда просто нагло уже и мне говорят в лицо, да, простите, это скандинавские палки. И я говорю, ну, не-не-не, тогда давай все. Друг мой, рассчитываемся в обратную сторону и до свидания. Вот. И поэтому... Ну, вы прям так бойко отстаивали своих подпечных и скидавших ходьбов. Да. Да, мы попадались, я думаю, многие на эту удочку. Но все-таки вот в чем и состоит моя фишка, что я сразу с Максимом тоже начала сотрудничество такое в том, что он меня сделал дилером по Узбекистану. Кто знает Макса, то есть все знают, что он любит качество. И он является дилером почти всех заводов, как я говорю, фабриках и пароходов, где изготавливают палки. И палки я беру у него, и всегда качество, и знаете, как солидно, когда даешь паспорт, даешь гарантию определенную на палки, то есть не менее года и максимум пять лет. Это у людей сразу тоже, да, включается, что здесь уже посерьезнее. И были случаи, когда Максим менял мне палки срок годности, там была партия немножко такая с браком, и он ее все отослал, и в том числе мои три комплекта ушли к нему. Только с такими людьми хочется работать и дальше, и сотрудничать. Ну, приятно, отрадно. Да, да. Скажите, а в чем ваша фишка вот такой возможности организовать людей? Это предыдущий опыт организаторский? Или это в целом харизма? Вот я, листая вашу страничку в Инстаграме, был восхищен фотографиями в Маках и той историей, как вы за 15 минут собирали автобус для поездки в горы. Да, да, да. Я не знаю, в чем фишка, но вы знаете, мне все-таки кажется, что люди добротой отвечают только на доброту. Люди, то есть я никогда не падаю духом, какие бы ситуации жизненные там меня не, как бы сказать, не навалились на меня, да, то есть я и детей так своих выучила. Ну, правильно сказал Соломон, все пройдет, а когда перевернешь, и пройдет и это, то есть не надо зацикливаться, да, вот как я всегда говорю, хуже смерти не бывает, поэтому люди приходят сначала, ну, вот говорят, где купить палки? Я им говорю, не надо покупать, походите, понравится вам три-пять занятий, хотите месяц ходите, вот если вам понравится, не проблема палки купить, но уже обычно на втором-третьем занятии люди говорят, хочу свои палки, вот, и я как-то, вот знаете, все это делаю от души, ну, это сразу заметно, и все это говорят, то есть я с улыбкой, и, кстати, нас все тоже вот этому Макс научил, я никогда не была педагогом, я была всегда на руководящих должностях работала, имея сначала свою фирму, а потом уже дальше, ну, я хочу сказать, что я работала с людьми и разных рангов, нельзя различать их как-то там вот по одежке, по, то есть мы все люди, мы все одинаковые, каким-то там бывшим регалием, ты обыкновенный человек, приходи, и мы тебя обучим, то есть нет у нас кто-то выше, кто-то ниже, у нас как-то все наравне, и всегда это с улыбкой, с похвалой, которую тоже, вот опять-таки, сказал Макс, что не надо людей делать им конкретные замечания, то есть похвалите, есть же какая-то доля, ну, от того, что он даже пришел и нашел вас и стал, и первый день пошел, уже похвалить надо его, поэтому если я вот так, ну, я вижу, что есть такие люди, которые, ну, уже сразу я вижу, все, этого надо учить месяца два, по-другому никак, есть такие, которые сразу уже на третье занятие говорят, дай мои палки, я пошла сама, есть такие, то есть это сразу уже видно, заметно, и я, если там, ну, 99% я хвалю, 1% я говорю, вот, а на следующем занятии мы здесь поправим, здесь поправим, и вот как-то так, а потом люди приходят и говорят, все, записывай меня в свой клуб, у нас всегда это проходит под музыку, то есть я всегда с колонкой такой мощной, которая перекрикивает даже парковую музыку фоновую, и с музыкой, причем музыка такая должна быть где-то нашего поколения, а где-то современная, ну, такая зажигательная, не хотят люди уходить, уже заканчиваем заминку, все, они говорят, Гуль, давай потанцуем, я говорю, ну, давайте, начинаются танцы, разучиваясь с ними флешмобы, то есть у нас уже есть три-четыре флешмоба, мы танцы разучиваем, и главное, они со мной все танцуют, сначала комплексуют, потом как-то сторонятся, со стороны наблюдают, а вот последний раз были в Чемкенте на марафоне в количестве 51 человек, из них там было где-то два или три только болельщика, ну, там дочка моя, дети, внуки, а так все, и все танцевали, все, плюс 75 танцевали флешмоб. Ну, вы упомянули, что заходили в скандинавскую ходьбу не как в спорт, а оказалось, что тут нужно все-таки к чему-то стремиться, и я так понимаю, что с этим стремлением возник интерес и к спортивному моменту, то есть к участию в соревнованиях, в марафонах. Что для вас сейчас вот это участие, поездки? Во-первых, это скачок, это какой-то вот такой, знаете, результативный итог твоих занятий, то есть с каждым марафоном у нас во всяком случае улучшаются показатели по времени, улучшаются показатели по качеству. Нас еще спасает, что у нас нет судейства, и да, есть, которые идут как попало и как им удобно. Опять-таки же, мы просматривая все эти моменты, мы опять-таки же останавливаемся и их начинаем опять отрабатывать. Потому что я говорю, даже тот, кто у меня занимается грубо 3,5 года, и я буду с ним заниматься буквально вот вчера, потому что мы сейчас готовимся, у нас два марафона прям оффлайн, и ташкентский международный, и алматинский, и здесь 5 километров, там 10 километров, и мы учимся, то есть мы до сих пор учимся, я сама с ними учусь, и вот как посоветовали сейчас мне мои друзья-инструкторы интервальную ходьбу, то есть марафон, он дает, вот как бы, вот бывает тогда, вот галочку поставил, я это сделала, а потом вот это сама атмосфера, во-первых, ты среди молодежи, и я понимаю, что не остаются те, кто душой вот раньше вышел на пенсию, чем физический возраст, то есть у меня остаются люди, те, которые, как и я, мы, нам в душе 20, и на вид мы чуть меньше до 30, и будем так говорить, и все девочки-припевочки, как я их называю, сама атмосфера, вот это, знаете, спортивная, молодежная, потому что мы очень радуемся, когда, когда мы пришли в беговое сообщество, и нас приняли участвовать, и уже пишут нашу дистанцию и указывают, и даже медальки указывают, что мы именно скандинавцы, скандинавы, нордики, и, а потом, а мы же видим еще, как молодежь занимается, пока сидишь дома, как это увидишь, сколько молодежи занимается, как они бегают, как они 42 километра марафона, то есть если мы уже возвращаемся домой, грубо, да, после награждения всех, а они, бедные, только и бегут, и мы не можем не остановиться и не кричать, оу, давай, 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 то есть все кричим, то есть, ну, понимаете, вот эти ребята, которые, девочки по 42 километра бегают, это же, ну, им памятник ставить надо, я считаю, это восхищение, и у нас это вот такие жирные, восклицательные глазы, что, знаки, что мы это сделали, очередной марафон, мы это сделали, и хотят, вот я буквально объявила, на той неделе, мне надо, ну, это же другая страна, нам надо подготовить регистрацию, не всем даже у меня, есть такие, у которых до сих пор нет почты электронной, есть такие, которые не могут регистрироваться онлайн, такие тоже есть, поэтому я нахожу людей, договариваюсь, чтобы нас регистрировали уже в том городе, где мы будем участвовать, то есть мы пересылаем список, это, может быть, вне правил, но люди нам помогают, идут на встречу, потому что у нас там проблемы с переводом с деньгами, то есть у нас нет международных у всех карточки, да, и вот только сказала там на 23 апреля у меня 36 мест, потому что я, мы решили ехать автобусом лежачим, и это бюджетнее, это экономнее, и автобус с тобой будет рядом, и все, у меня за три дня 36 человек набралось, до сих пор пишут, а можно еще, я говорю, ну, второй автобус мы не наберем, а я не потяну вас, куда я вас положу, в ноги, и все, ой, мы не успели, да мы не успели, что делать, я говорю, ну ничего, готовьтесь на следующий марафон, вот так, поэтому уже вот, ну, за три дня, вот максимальное количество, и очень стали организованнее, то есть сказала, надо список сделать с вашими, со всеми данными, с паспортными, экстременными телефонами, там, вот, опять-таки же, адресом электронной почты, у кого нет, свою ставлю, или учу открывать электронную почту, даже мы так учим, девочек наши, которые приходят, ну, вот ей 76 лет, а вот у нас одна есть, 83 года, Анечка, вот, которая пришла в трагедию свою, она похоронила единственного сына, еще не прошло 40 дней, две девочки ее привели к нам, и она осталась, она сейчас ходит на марафоны, только местные, наши, и у нее до сих пор не было телефона, не было, она пользовалась домашним телефоном, сейчас она в телефоне, она в телеграме, она в ютубе, она в фейсбуке, то есть, понимаете, вот 83 года, ну, это же здорово. Да, главное, чтобы была причина. Да, да, да. Стремление. Вот, поэтому люди собираются с удовольствием, я уже не говорю о том, что если мы начинаем собирать сбор на, ну, там, Новый год отметить, корпоратив, все, у нас за неделю стопроцентная почти явка, все идут. Теперь мы думаем, где найти ресторан на 100 человек, чтобы было и места хватило, и вкусно, и бюджетно, другие проблемы наступают, но мы это находим. Ничего, у меня есть команда, которая мне помогает. Опять-таки же, те же девочки-инструкторы, которые вот со мной обучились. То есть, вы распределяете как-то свои усилия по организации? Конечно, я одна это, я уже, я это физически не потяну, потому что все равно все связано со сборами денег. У нас есть девочка, которая помогает, вот, финансовая часть, ну, там списки составлять, кто-то программу составляет, у нас есть вот такие девочки, как мы их называем, массовички-затейницы, то есть, конкурсы, ну, что было бы интересно же. Поэтому, все-все, работают все, если что-то надо, то есть, я вот говорю же, у нас как вторая семья, то есть, мы работаем, ну, она не с такого, вот, я приеду на всем готовеньком, еще буду там, права качать, а это было, а это я бы хотела сделать так, а я бы хотела сделать так. Ну, а в следующий раз я ей говорю, давай, милая, делай, а мы посмотрим. Не справилась? Ну, все, прости, больше ты не делаешь, замечаний нам не делаешь, не делала. Тот посыл, с которым вы приходили в Скинавскую ходьбу, вот, он оправдался? Вы и заходили с таким желанием вот организовать Ташкент, сейчас Успекистан, на ходьбу, или были какие-то изначально свои личные интересы, поправить здоровье, или, может быть, просто попробовать этот вид активности? Да, я вам скажу, как я попала вообще в эту ходьбу. Я попала совершенно случайно. Мне написала в Телеграме, говорит, моя подруга одна, она говорит, ты знаешь, там в парке у нас организовали обучение по скандинзанской ходьбе, а я про нее слышала, когда жила в Дубае, я видела пару европейцев, причем они молодые, такие, знаете, в солидном, молодом возрасте, я не говорю, что там уже пожилой, ну, может быть, где-то за 40, с палками, по перку ходящие, и я не понимала, что это такое. И в один момент я очень сильно простудила, попав под дождь, плечевые суставы, причем начался один и закончился вторым. То есть доходило до момента, что я ни внуков обнять не могу, я ни ножом работать не могу, я, ну, руку поднять вот так до головы, то есть сделать себе вот элементарный хвост, я не смогла заколоть волосы. Было очень, боли. И я против гормонов, я не люблю врачей, в каком смысле, что они вечно начинают средства... Сильные, да. Да, да, да. Особенно вот гормональным препаратом, что меня пичкали его в детстве, и у меня остался след от этого, у меня была аллергия. Вот. А тут, и я, главное, пошла к врачу, мануальщику, и он говорит, я сейчас тебе сделаю кончик, я говорю, это не гормон? Он говорит, не, не гормон, но мне там где проверять по, там, грубо, в сетях, гормон он или не гормон. Я же не медик. Пришла домой, ёбарас это, гормональный препарат. Ну, что ты будешь с ним делать? Да, он мне снял на месяц боль, а через месяц она вернулась. Я очень люблю Мясникова, я вот его слушала, и он говорит, хотите, чтобы ушла боль, именно этой конечностью делайте физические какие-то даже взмахи, но не меньше тысячи раз в день. Это, вот я так и подумала, если я даже дома буду ножом, без нагрузки такие повторяющиеся движения, да? Да, 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 да. То есть вот я даже говорю, даже если я капусту буду рубить, то я куда её потом дену с таком количестве, чтобы, ну, что я ещё могла сделать? Я говорю, могу работать ножом, потому что я, ну, не копала, нет, я готовила всегда, да, то есть я люблю готовить. Думаю, куда мне деться? И в этот момент, поэтому, если так говорят, нам только захотеть, и вселенная помогает тебе, то есть сужает такое, или направляет тебе таких людей, вот ты хочешь это, на получи. И она мне совершенно случайно это написала. Я помню, за полдня я нашла, у нас есть такая программа OLX, типа вот как, где продают, я нашла палки скандинавские, именно скандинавские, потому что я изучила, должен быть земляк, то есть я не попалась на удочку трекинга, я купила, но я купила, знаете, какой высоты фиксированной палочки, 125 сантиметров, потому что я не знала, какие нужно купить, даже здесь, а у нее были 115, да, 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 я потом меняла на 115, но это для меня тоже было, я сейчас вот 112, 113 для меня максимум, который я включаю на марафонах, такую длину палок, а так я хожу 107, 110 максимум, и я вот 115, я занималась, и инструктор, который меня учил, она не сказала, что Гуля, это не твой рост, она не предложила мне свои палки, попробуй с правильным ростом, а я как могу попросить, я же даже не знаю, ну, вот, то есть я, ну, вот это когда пришло уже со временем, конечно, это было, то есть мы в пустое потраченное время, но зато приобрела людей и знамышленность, которые до сих пор со мной, вот, поэтому очень-очень важно, вот все, кто меня сейчас слушает, дорогой мой слушатель, очень важно найти именно грамотного инструктора, именно грамотного такого твоего наставника, который покажет тебе и не по шаблону, но по, там, с научной точки зрения, да, которые простым людям не заходят, именно простыми словами, но донесет грамотно и покажет, как бы, вот своим примером, что как надо ходить, вот, это, это очень важно, вот я желаю всем, чтобы попался сразу, с первого раза отличный инструктор, сейчас очень легко, тем более онлайн же можно найти, раньше было тяжелее, за то время, как вы занимались этой деятельностью, были ли какие-то у вас внутренние конфликты, или вот вы ощущали, что это тяжелая ноша, вот какие-то переломные моменты встречались? Были, и встречались, и было даже такое, что я двоих просто сама исключила из группы, потому что, ну, это же сразу уже ощущается, когда человек типа видимость создает, что он идет с тобой, а когда проходишь мимо, он тебе как бы палки или там нож в спину, то есть это, это рано или поздно вылезет, и вот мне очень хочется как бы и правда сказать, да, что вот я очень благодарна, во-первых, вам, да, что вы таким образом своего, я вот этого человека же даже, может быть, и не знаю, даже по онлайн дружбе, да, вот по фейсбуку, там, по инстаграму, да, вот, то есть, я, например, слушая ваши подкасты с этими людьми, ну, просто респект и уважение, что вы невзирая ни на что, вот, исключая вот этот человеческий фактор зависти, недоброжелательности, какого там искать в каком-то слове подвоха, да, просто объединяете нас. Спасибо. Я хотела бы вот сказать, что вот негатив, который иногда присутствует, и когда, то есть, ну, в любом спорте, да, это вот, это же тоже политика, то есть, мне очень хочется, чтобы именно в нашем вида физической активности, дай бог, я уверена, что это будет спортом, а не только туристическим спортом, да, международным спортом, что это, ну, не коснется этого, потому что, ну, невозможно какие-то искать свои, свою выгоду и, и грубо заниматься здоровьем, да, вот, или там учить людей идти на путь здорового образа жизни, поэтому, ну, для меня это неприемлемо, я люблю, вот, говорить все в глаза, не нравится, значит, ну, тут же сказать не нравится, и если тебе не нравится, значит, прилагай усилия какие-то, ну, предлагай помощь, потому что мы же тоже, мы же не какие-то там, как сказать, наемные, да, это, это наше от души идет желание, это наше, как сказать, любительское такое, вот такой подход, любительский, да, и мы не профессионалы, ну, ты, ты уже ли идешь добрым сердцем, да, и это уже от человека же зависит, и рано или поздно все равно это вылазит, это вылазит, это выходит, даже в отношениях, мы же, у нас же отношения по-любому, мы же встречаемся, общаемся, то есть они вылазят, подстраиваться под человека долго нельзя, это вылезет рано или поздно, поэтому ненужные, это вот, как я все говорю, ну, это как шелуха, отвалилась и отвалилась, это уже, ничего страшного, мы идем дальше. Гули, я наблюдаю за вашей активностью в соцсетях, заметила, что вы любите путешествовать, расскажите об этой части, как, насколько легко идет организация, и кто вам помогает в том, чтобы сделать такой, порой, дальнее путешествие. Да, 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 ой, это наша любимая тема, обычно, я не думаю, что есть такой человек, который не любит, там, путешествовать, или который не мечтает о путешествии, да, потому что, я считаю, что это естественное желание каждого человека, да, узнать страну, людей, структуру, там, их уклад жизни, вот, и, естественно, меня, мы путешествуем, ну, семейным, или, там, я с сестрой путешествую, а тут родилась идея, то есть мы какие-то, мы как-то получилось так, я очень хочу сказать вот про нашу поездку, это мой первый опыт, когда я вывезла людей в Грузию, то есть по отдельности мы уже все были, а вот собравшись как-то в таком тесном кругу, мы говорим, вот, давайте вместе, потому что, если нам тут хорошо, представляете, как нам будет хорошо в другой стране, это я им так как-то закидываю далеко удочку, да, чтобы так, когда нас так в своей сети, а все девочки, о, классно, давай, куда, чего, и у нас вот там у одной моей как бы подруги Нелли родилась идея, давай в Грузию поедем, потому что она была с мужем, я была с сестрой, другая наша подруга была с другой подругой, она говорит, давай соединим, вот Грузию, начнем с Грузии, и мы, естественно, ну, пошли по турам, по фирм-турам, ну, как, куда, в офисы, и цены, а мы же по цене еще хотим, и когда я была с сестрой в Грузии, ко мне пришло в мессенджер такое сообщение, да, от Николаса Бачашвили, нордик из Грузии, скажем так, да, основатель федерации Грузии, если какая-то нужна помощь, обращайтесь, ну, там был у нас тур, я ему говорю, нет, спасибо в следующий раз, потому что у нас все уже зафиксировано, все города, все это, он говорит, ну, ладно, если нужна помощь, обращайтесь, и я про него так вспомнила, и говорю, ну, давайте вот поговорим, а в сетях-то мы дружим, лайки ставим, там, общаемся, вот мы через Снежану познакомились с ним, я ему звоню, он спокойно берет, так, мессенджеры, трубку, тут же обменивается телефонами, и, знаете, вот, вот, обожаю свою еще ходьбу, и вот обожаю таких людей, потому что там, я поэтому говорю, плохие люди не засидятся, потому что здесь вот, нужно быть открытой душой, открытым сердцем, и тут же он говорит, это такой пропускной билет в Снежанскую ходьбу, да, 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 и он говорит, добро пожаловать, я вам все организую, а у нас как же все туры, там, 7 дней, 8 дней, ну, максимум 10, а мы же хотим пошататься, да еще и отдохнуть, там, в Батуми на Черном море покупаться, то есть такая была идея, и он нам организовывает тур на 14 дней, Николас, огромное вам спасибо, огромное, я буду вам, я его сейчас рекомендую, уже все, кто хочет в Грузию, не надо никуда, прямо вот к Николасу, звоните, и, дорогой слушатель, и вам это рекомендую, я надеюсь, что Саша оставит его, там, немножко его, как бы, обозначьте, да, обозначьте его, потому что это человек, который, и так совпало, что он и работает в этой сфере, и у него своя турфирма, и он давно работает, и он с Кандидатской ходьбы пришел через, ну, турфирму, когда приезжали с, вот именно путешествия такие, вот нортики приезжали, и он поймал. Обратил внимание на это, да? Да, обратил внимание, стал заниматься, все, но у него там тоже небольшое, и я удивилась, мы пришли туда, 11 человек нас поехало, а у него пришло, ну, там, 3-4 человека, я говорю, Ник, а где все люди, я не понимаю, он говорит, ну, вот так собирают, я говорю, нам хватит, кто пришел, нам хватит, давайте, и они нам мастер-класс провели, и мы походили по времени, мы показали, что умеем, мы станцевали флешмоб, нам провели тренировку, ну, разминку, заминку, то есть, это так сближает, вы себе не представляете, да, и там вот эко, бека, вот, то есть, все ребята, они такие молодцы, и они расширились, с нашей подачей, они, у них был первый марафон, это с нашей подачей, они говорят, а как мы марафон пойдем, а куда мы, а я им говорю, а вы как это, сироты к бегунам, давайте, вот найдите беговое сообщество, и как сироты, как вы, как будете приемными детьми, как и мы, мы точно так же начинали, и они, вот я смотрю, через два месяца, они шлют благодарность, через сайт, и в личку, Гуля у нас был первый марафон, Гуля у нас был первый марафон, мы это сделали, мы прошли, и у них поперло, у них пошло, и вот, кто хочет в Грузию, ищите Николаса, и у вас все будет окей, такие тропы шикарные, такие экскурсии, то есть, ну, классно, и мы дружим, мы ждем его в гости с ответным визитом, он нам продумывает иногда маршрут, где мы не вытягиваем, он продумал недавно Грецию, мы не потянули по финансам, сейчас мы ждем Турцию, то, что он нам предложит, чтобы по финансам же еще вытянуть, вот, поэтому замечательный человечек, замечательный, спасибо ему большое за встречу. Гули, а вам удалось вовлечь в финансы ходьбу своих внуков? Да, конечно, они у меня еще как шагают, да, двое взрослых внуков, они у меня на марафоны ездят со мной, этот, но я еще их не пускаю на дистанции, вот, детские какие-то, да, потому что я занимаюсь организаторскими делами, на это же посмотреть надо, я просто физически не успеваю, а все, что мы организовываем, они со мной, да, но я хочу отметить, что у нас в Узбекистане, у нас в Ташкенте, во всяком случае, есть такой клуб детский, называется он Скороход, мы являемся его как наставники, как помощники, да, вот, организовала его наша участница, наша скандинесса, Ирина Вадимовна Сергина, она работающий, ну, еще работающий, как бы, ну, уже пенсионер, но еще работающий, и у нее начальные классы, начинала она с трех или четырех детей, куда, кстати, первый раз мои внуки пошли, а сейчас у нее уже под 70 человек, детей из других школ, с районов, ей звонят, и мы всегда организовываем совместные, мы всегда организовываем совместные сказки, вот эти марафоны, марафоны на технику, то есть мы с ней организовываем наши какие-то вот местные мероприятия совместные, которые именно направлены на скандинавскую ходьбу, и я вам хочу сказать, что дети ходят лучше, чем мы, дети же схватывают моментально, они ходят лучше, вот мы когда смотрим, да, и я каждый раз, мне прям хочется микрофон сказать, ну, вот смотрите, как ходят дети, ну, смотрите, у детей, ну, Ирина тоже, она вкладывает душу, если у вас будет возможность пригласить ее, потому что работа с детьми, она же кропотливая, а я всегда ей говорю, Ир, у тебя дети счастливые, они с вот горящими глазами, это же стоит вот так, ну, то, что не можешь купить это, это невозможно приобрести, да, это только приходит. А каким образом Ирина не удается увлечь в, казалось бы, такую медитативную, такую повторяющуюся деятельность детей, детей, которые не поседы? Да, у нее показатели есть хорошие, во-первых, дети становятся более усидчивые, у детей, вот это же сколиоз, это проблема детская, да, то есть вот это сколиоз выравнивается, ну, если в нашем возрасте выравнивается осанка, то они же как пластилин, их лепи только лепи, это опять-таки же как цыганская почта, то есть узнали и пошли, и у Иры есть специальные дни, когда она проводит тренировки, это она делает опять-таки же тоже на базе, школы, но она делает это добровольно, то есть она за это деньги не получает, зарплату ей никто не дает, там, родители там не скидываются, да, то есть нет такого, это вот, она покупает свои палки, как и я, на личные средства, и потом мы их, ну, я, хоть я их продаю с какой-то небольшой наценкой, а Ира-то, она их дает в аренду детям, и вот она молодец, она, ну, это вот душу вкладывает туда, потому что, во-первых, нелегкая работа, и дети счастливые, как они, а как они приходят, она берет более таких, знаете, уже же видно, она же сама инструктор, видно же, кто хорошо ходит, она берет их на, ну, позволяющие марафоны, вот эти международные, где возрастной вот этот тендер проходят они, и они участвуют уже чуть-чуть на наших вот этих марафонов взрослых, скажем так, и они участвуют. Молодцы. Да, да, это наша гордость, мы каждый раз, и, кстати, мы тоже выставляем всегда в нашей группе ролики, она тоже делает, и вот работа с детьми, это вот кто, у кого есть такая возможность, то есть, и любит нашу вот активность, то это надо внедрять, потому что это наше будущее, да, то есть у нас уже, мы горды, что у нас, у нас-то у самих такое количество, а там еще дети, они же своих родителей привлекают, бабушек, дедушек, это, знаете, тут там тоже как бы, ну, я с дальним таким прицелом, так, бабушку зови ко мне с дедушкой, быстренько. Дети очень быстро копируют, и я немало слышал истории, когда я оставляю кому-то палки, потом не могут забрать эти палки у детей, которые бегают с ними по дому. Да, да, и с удовольствием ходят, с удовольствием, то есть, замечательно, я думаю, что если вот вы с ней посвечаетесь, вот так на, в вашем фоне, да, вот так по общению, то есть она вам пришлет материалов, кучу как, и, ну, ее боготворят дети, нам это нравится, и я, нам нравится, что нашу ходьбу любят дети. Хорошо, спасибо. Слушатель, который захочет, вот, окунуться в атмосферу вашей энергии, познакомиться с тем, как вы ведете клубную деятельность, где чаще всего вы более активны, куда можно присоединиться к вам? А, это все, что касается онлайн, это, я очень люблю Фейсбук, с Инстаграмом я пока что-то никак, мне не могу так сильно подружиться, у меня не хватает времени на него, и обидно, тут пишешь, пишешь сториз, а он раз так, через 24 часа и уходит, а в Фейсбуке все остается, поэтому, поэтому мне очень нравится, ну, какие-то там экспромты я пускаю, а в основном в Фейсбуке группа «Хази Ташкент», я вас всех приглашаю, и где я делюсь, и где мы делимся своими успехами, то есть я монтирую ролики, чтобы более сжато показать, как у нас прошло мероприятие, то есть мы поздравляем там друг друга с праздниками, с днями рождениями, то есть мы делимся там какими-то своими мыслями, поэтому приглашаю, в «Контакте» меня там тоже немного, и меня туда тоже вот подсадили, как сказать, друзья из России, нордики-друзья, вот Виктор Ведерников, Ирина Касьян, вот Анастасия Политаева, Сергей Мещеряков, я ему очень благодарна, мы тоже у них учились, вот, но в основном в Фейсбуке, а сейчас тоже пользуясь случаем, хочу пригласить слушателя исполнить, например, свою мечту, хотите ли бы вы участвовать в Кубке мира по скандинавской ходьбе, потому что они же проходят в основном за границей, куда не все могут позволить себе приехать, а в июле этого года Максим уже получил все соответствующие бумаги, сейчас только дату нам скажет, и Кубок будет проходить в Алма-Ате, вот хочу пригласить, потому что это, ну, Алма-Ата это более доступная страна, куда можно приехать, и это именно мероприятие, которое будет направлено именно вот на нашу скандинавскую ходьбу, и где мы можем уже очно познакомиться, обняться, там, обменяться вот этими эмоциями, которые вот даже мы обмениваемся вот онлайн, онлайн, поэтому приглашаю всех, и очень хочется, чтобы нас было больше, и мне кажется, даже это первая страна в СНГ, да, после обоя, вот я не очень слежу, потому что я не, ну, я понимаю, что я не дотяну, и как бы это, поэтому у меня, это вот, единственное, когда Марка показывал, когда мы учились на судействе у Марчина, польского судьи, вот я так захватывала, ну, там, конечно, это респект, они прямо летают там, хотя 75%, ну, будь будет, я не буду в процентном соотношении, много людей идут, как хотят, они не придерживаются техники, вот я за технику, почему, потому что я за, я с правильной техникой я получила результат вот на свои плечевые суставы, без лекарства, без медикаментного какого-то вмешательства, хотя, ну, лечилась я долго, месяцев 7, это было, это было, ну, это адская боль, и она потом переходит на пальцы, и такой был эффект, знаете, я даже не знаю, как это болезнь называется, потому что я далека от медицины, ну, вот, то есть, палец согнулся, а разогнуться он сам не может, его надо вручную так, тынь-тынь-тынь, вот, его вот, это какой-то артрит, какой-то, по-моему, да, и мне тоже предлагали сделать укол, и я отказалась, сказала, нет, я буду работать, я работала вот как палкой, как эспандером, эспандер покупала, все, я вот, я упрала только физическими, через боль, хочу сказать всем, слушайте, если ты пришел к какими-то проблемами по физическому здоровью, касающиеся суставов, артритов, там, ну, вот, ног, пяточные шпоры, вот, воспаление плечевого, тазобедренного сустава, это только через боль, это движение, и чем больше движений, тем быстрее это проходит, без медикаментов. Лечение в движении. Да, 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 то есть, я вижу по своим же результаты, у сахара второй степени идет в преддиабетное состояние, ну, там, давление, девочки, ну, эти регулярно ходить, и опять-таки же, использовать технику. Без техники, это я вот тоже как, где-то такое выражение прочла, это как будто ты идешь и на поводочке таком незримом, ведешь незримую собачку, то есть, вышел погулять, ну, иди так погулять, а зачем ты палки берешь? Палки надо взять, чтобы почувствовать здесь, здесь, в той же самой шее. Ноги, они и так у нас, дай бог, ходят, пусть они еще долго ходят, а вот здесь, чтобы почувствовать, это надо поработать. И когда мне говорят, когда вот я индивидуально иду, опять-таки же, я не могу пройти, вот у нас там в парке, где мы занимаемся, там, ну, специальный спортивный такой парк, с подъемами, спусками, сама дорожка, да, такая, сделанная специальным покрытием, и я никогда одна не иду, то есть я или догоню кого-то, или кто-то меня догонит, и опять-таки же идем и говорим о теории, то есть надо. И мне так нравится, когда говорят, о, все, все, поняла, 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 и тю, пошла. Вот это такой кайф получаешь, да, когда человек, правда, говорит, о, я понял, наконец-то. А знаете, как я еще объясняю, то есть я люблю объяснять своими словами, то есть вот, ну, как объяснить, что ты включаешь плечо в работу, вот как объяснить свои слова, чтобы, ну, этого человека... Пойти кнопку и включить. Да, 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 ну, вот, или как у вас, да, положи лопатку в карман, ну, как это объяснить, да, ну, как, это вообще шикарно было, ну, и я, короче, придумала, говорю, так, мы тут все из Советского Союза, и мы все любим закручивать банки, любили, во всяком случае, потом поняли, что это ни к чему, и не надо это, да, что можно заморозить, и сейчас уже, слава богу, в продаже это все есть круглый год, а мы же раньше, господи, не знаю, как у вас, но у вас, я думаю, тоже, потому что у меня, ну, это достаточно популярно, собрать свой урожай, и закатать на зиму, да, да, у меня, кстати, в Минске три тети живет по маме, да, у меня дедушка жил под Минском, то есть я бывала, ну, все, все закрывают, те же самые грибы, но если ты не приложишь усилия, и будешь, ну, сейчас вот такая, ладно, машинка у кого есть, да, там, как с зажимом, а которая крутится, пока ты не приложишь усилия, плечом, она у тебя даже не закроется, эта банка, правильно? Плечалку увеличить, чтобы предложить усилия. Да, 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 поэтому я говорю, как мы обычно делаем, мы ищем меньше стол, или ставим ту же самую табуретку, и начинаем своим давлением плеча через всю руку, вот на эту самую крутящуюся ручку, и она у нас закатывает банки в два раза, в два счета, раз и два, и все, банка закатанная. Они говорят, точно, надо включить плечо. Да, ну, так объясняем. не только я, наверное, сейчас пойду пробовать это движение на банках. Ну, надо, надо, надо нажать, чтобы та же самая банка не, как это, не бомбанулась в подвале у тебя, ну, правда? Вот, ну, как еще людям объяснить? Вот, понимают, или вот говоришь, ну, как вытянуть вперед? Ну, как вытянуть? Ну, как можно? Я говорю, ну, давай здороваться будем, вот как бы ты привезли, мы тоже вот это вот, или где-то взяли мы это выражение, давай здороваться. Причем не обязательно ребенок, который здоровается, да, то есть взрослые люди тоже вот так, никто же не здоровается. Высоко не поднимают руку. Да, то есть эта рука идет на вытянутую, на... Чуть-чуть вытягивая по плечу вперед, чтобы дотянуться до партнера. Да, мы даже делали такой эксперимент, то есть вот точно так же таким экспериментом. Одно дело по здоровью так, а теперь давай разворачивайся, и выходит же, и выходит, и здороваются люди, и понимают, как это надо делать. Да, или вот на зажатие рукоятки. Ее, хочешь не хочешь, ее надо взять всей пятерней, а особенно нижними тремя пальцами. Это особенно. Потому что если не работают нижние три пальца, у тебя палка не будет крепко держаться, не будет. Это надо взять ее... Есть такие же, которые вот просто, ну вот, одна у меня даже вообще вот так ходит, то есть она, у нее палец указательный. Я вот как... Вперед смотри, да? Дедушка Ленин, да, как дедушка Ленин, говорит, только надо вперед, вперед, вперед пальцем. Ну, зато три пальца нижние, рукоятку держат, да, и сразу палка встает под правильный угол, и толчок получается правильный. Толчок, он обязательно. Всех заставляю снимать колпачки, все говорят, ну, приходят даже такие, говорят, ой, меня так этот звук раздражает. Я говорю, ну, что могу сказать, валерьянку вам в помощь. Самую-самую такую слабенькую, чтобы ваши... Вот пейте валерьяночку, она ни на что не действует, не подействует вам ни на что, кроме как на что успокоиться. И приходите, и снимайте колпаки. Вы имеете в виду звук, когда идем по асфальту, или в целом? Да, по асфальту. Конечно, ну, если написано, ну, не можем мы ходить. Поэтому мы ходим в основном по дорожкам, по специальным этим, или, конечно, в основном по асфальту. Ну, это вот, как сказать, беда мегапоя, ну, столицы, да, скажем так. Кто уже в областях, могут найти спокойно, да, и мы там кусочек такой найдем. Вот. А в основном, я говорю, щадите свои пошмачки, потому что это как набоечка на туфлях. Вы неправильно шаркаете, она у вас и сотрется в течение месяца. Если вы ходите четко, вы будете ходить на даже промышленных этих каблучках сколько хотите. А так берегите, беда мегапоя, и все. И вот, некоторых, правда, раздражает прям этот звук. А вот, это же понимание, что человек пришел с какой-то нервной системой такой, да, вот, то есть раздражает такой звук. И проходит, без валерьянки, кстати, проходит, они сразу, как только видят, что я приближаюсь, они уже говорят, гуля-гуля идет, гуля идет, и так четко идет, цок-цок-цок-цок-цок, как на каблучках. Тоже вот такая же ассоциация. Я говорю, у нас же все помнят, как мы в советское время набивали шпильку, даже мужчины помнят, что куда им деваться, они же звук этот слышали, когда мы набивали обувь металлическими набоечками. А ходить-то хочется, а цоколиться как, особенно если там плитка тротуарная или вот паркет. Идешь и цокаешь, куда деваться. Есть подопечные, которые побаиваются вас? Да нет, я думаю, нет. Я думаю. Вы такой строгий тренер или доброзвратный? Кличку, хотите, скажу, которую мне они дали? Я никогда не была с кличкой, у меня максимум, что могли мне дать мои друзья, это Джулия. А недавно я узнала, что у меня вообще-то там у нас есть девочка такая одна замечательная и Лирочка. Она говорит, ну все, доцент заставит. Доцент. Я так что-то без научного звания, я стала доцентом. Да, ну чтобы, хочется, чтобы руки уходили назад, вперед. Вот опять-таки, чтобы эти, это, знаете, вот кто люди нагнуться не может до, ну вот руки положить всей пятернёй на пол, да, есть, которые приходят, не могут, ну не могут, до колена дотянутся и всё, больно. Там, вот плечо не могут вытянуть. У Марка есть такое одно упражнение, когда палку назад, захватываешь её, как под ручку и там к середине торса, да, там тянешься. Это же как растягивает. Не могут. Зато через пару месяцев я смотрю, как они вот так руками, опа, и палка ушла назад. И я такое удовольствие получаю, когда я вижу, чем больше людей это делает, и я просто вот, опять-таки же, кто нагинается и кладёт уже пятерню, сначала пальчиками, потом как-то так, потом, а есть такие, которые уже на локтях могут вот нагнуться и вот так локти положить. Есть такие. Ого, да. Да, а им за 70, да, да. То есть, и такие есть. И вот я прям сразу даже останавливаюсь, и я начинаю хлопать, то есть я говорю, вот посмотрите, это же, а это знаете, вот как даёт, да, я не потому, что вот я хочу ей подыграть, а просто хочу её, правда, похвалить, и чтобы, и я говорю, вы должны собой гордиться сами, вы гордитесь, потому что вы же это сделали, когда вот руки вот назад, на руки назад, молодые-то не все могут, на вытянутой, вот на вытянутой палке, вот скалка есть в любом доме, да, или тот же самый, ну, на резинке легче, а такой какой-то твёрдый, чтобы руки не сгибались, нет, это сложно, но делают, у меня уже больше половины это делает, хорошо, хотя я сама говорю же, я же, я вообще от спорта, я всегда была освобождена от физкультуры, так как у меня был лишний вес, он у меня сейчас есть, но это вот, накринная система даёт о себе знать, гормональные все вот эти средства, которые дают, ну, стараюсь поддерживать, во всяком случае, себя, но я уже не 137 килограмм, как была когда-то, да, вот так. Какие у вас планы есть на будущее, и в каких марафонах вам хотелось бы принять участие? О, сейчас у нас, вот даже вот на эти три месяца у нас запланированы уже три марафона, то есть я вот уже говорила, да, это ташкентский марафон международный, о, даже четыре, это алматинский международный марафон, это будет участие в марафоне онлайн весна идёт, и мой дорогой слушатель, я тоже рекомендую рекомендую прям найти этих девочек, и Наталья Модлина, Светлана Шевцова, Ирина Голоднюк, просто их найти и участвовать, я думаю, у вас побольше, вот, в вашем окружении, вы тоже в этой команде, поэтому, Саша, давайте будем прямо рекламировать везде и вся, потому что очень интересная сама позиция вот марафона, которая идёт в течение двух недель, от праздника к празднику, и знаете, такой получаешь драйв, особенно у нас, это же еще женский праздник 8 марта, и мы заканчиваем марафон, вот уже второй год, мы сразу идём отмечать, и делимся своими событиями, что мы сделали на этом марафоне, поэтому вот это тоже своего рода шикарно, потом очень хорошо мне помогает наш Андрей Куликов, он чемпион мира и Узбекистана по бегу, у него есть своя школа про ран, беговое сообщество, и он нам помогает, мы участвуем вот сейчас, 12 февраля у него на марафоне, вот, тоже 5 километров, то есть тоже, нет, по-моему, 3, ошибаюсь, 3 километра, он нам сделал немножко, как бы это, скачок, 3 километра, но тоже вот идём, где ребята бегут, а мы идём. Хорошо, спасибо большое за историю, которую поделились, за советы, которые используете как инструктор, вот, я желаю вам покорять и знакомить себя со скиновской ходьбой не только Ташкент и Узбекистан, вот, пусть люди, которые приходят к вам, также берут пример вот этой энергичной женщины, которая может отклонить все отговорки и идти вперёд уверенно. Спасибо. Да, я хочу поблагодарить Александра Томелла, который порекомендовал меня вам, и, ну, я думаю, мы с вами так как бы вот дружим, да, спасибо вам, что вы нас заметили, пригласили, хотя я говорю, что заочно мы с вами давно знакомы, потому что я по вашим роликам училась, особенно как вы разговариваете со своими ученицами в таком, скажем, как я всегда говорю, в мудром возрасте, поэтому это же замечательно, я многому у вас научилась. Спасибо. Да, поэтому надеюсь, да, как-то встретимся, вот, опять-таки, вот сейчас будет онлайн, потому что там есть и группа, где мы будем общаться, приглашаю всех и каждого, кто хочет получить вот такой драйв в течение двух недель, который заряжает мощным позитивом. Вот на Кубок Мира в Алма-Ате, который будет, то есть Макс, я думаю, даст подробную информацию, но вот вы тоже возьмите на заметку, и мы вас все ждем, я надеюсь, что мы встретимся там. Благодарю. Да? Спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания. Счастливо. Спасибо большое. Ходи Ташкент. Ходи Ташкент, ходи Узбекистан. А, ходи Узбекистан. Да, берите выше. Да, 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 надо всегда ставить себе планку выше, чем ты можешь. Это однозначно. Нравится подкаст? Напиши отзыв в Apple Podcast, Spotify, Stitcher. Это будет жирный плюс для популяризации подкаста. Появились инсайты, идеи? Оставь их в комментарии на CastBox или GoodPods. Эти названия тебе ни о чем не говорят? Тогда расскажи друзьям, что слушаешь увлекательные истории и полезные выпуски про ходьбу в Яндекс.Музыке и ВКонтакте. Прям покажи на телефоне, как это просто. Каким бы плеером для подкаста ты не пользовался, подписывайся, чтобы не пропустить следующий выпуск. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!